Видео создано при поддержке группы Underground Art. Я вам вот что скажу. Оформлять легалки это конечно хорошо, но не нужно забывать с чего все началось. Интерес к изобразительному искусству пришел ко мне через улицу. Через стрит-арт. Кисти появились в моей жизни намного позже. Сначала я взял в руки банки и маркеры. А уже только потом пошел процесс индивидуального подбора инструментов, с которыми мне сейчас максимально удобно выражать себя на этом поприще. Я топлю за качество. Но когда ты работаешь на улице в режиме палева, не всегда получается уделить рисунку столько времени, сколько следовало бы. Поэтому я прибегаю к немного читерскому приему. Некоторые элементы композиции я подготавливаю заранее. У нас новый стрит-арт проект. Мы заготовили несколько черепушек. Будем их внедрять в улицу. Выполнены они с помощью иридисцентной красочки. Она вот так вот поблескивает. Интересно. Посмотрим. На солнышке должна вроде играть. Это у нас череп кошки. Также иридисцентной краской выполнен череп собаки. Но я его пока лаком не крыл, поэтому он такой еще. Черный кое-где показывает пробелы, а когда лаком покрываешь такую историю, получается все равнотонно. Интересно. Это у нас птичка. Можно распознать? Видно? В общем, под эти все бошки нам нужно сделать тела. Лучше всего для этого подойдет человеческое тело. Поэтому сейчас мы пойдем делать снимки. Ксюша мне попозирует. Мы из этого сделаем силуэт. И сначала нарисуем силуэт, а потом на специальный состав приклеим бошки. И должно получиться интересно. И по минимуму времени займет. И никто нас не спалит. Мы будем прям незаметны. Из ближайшего магазина я забрал коробки. Из этого будем делать трафареты. Самый, кстати, дешевый и простой способ сделать трафарет – это картон. Вот. Долговечная штука, кстати. Видоса Underground Street Art у нас висит до сих пор. Ничего ему... Ну, он просто... Единственное, что неудобно – это вырезать. Довольно широкий, ребристый. И это геморрой. Ну, ничего не поделаешь. Распустим коробки, склеим их малярочкой. Будет на здоровенное полотно. Зафоткаемся в лесу. Нужно утащить отсюда чуточку энергии. Человек-палуг. А ты вниз сидел, комар жужжал в камеру. Это Ал, Нидар. Ты кошник. Ну, что, давай попробуем. Ты будешь? Ты будешь разоваться, ну? Представь себя кисой. Ну, в такой позе, честно говоря, на бревне сидя. Очень сложно. Да, огонь вообще. Этот мистический образ я вырабатываю уже некоторое время. Первые намеки можно заметить в недавней масштабной работе на гараже. Вот еще концептик небольшой, не стою же оперы. Я пока не буду раскрывать всей сути. Скажу только, что каждый элемент моей задумки нужно проработать отдельно. В этот раз мы материализуем духи, которые вселились в черепа умерших животных. Как и зачем, об этом мы с Ксюшей хотим написать небольшой рассказ и выпустить его в формате книжки с иллюстрациями. Но до этого еще далеко. Каждая деталь этой истории требует осмысления. И именно поэтому я пытаюсь для начала все визуально обозначить. Мне кажется, что писать текст будет намного интереснее, когда перед тобой находятся все персонажи этой сказки. Короче, выдвигаемся на место. За этой фабрикой я провел большую часть своего детства. Близкое моему сердцу место. Сейчас выходной и особого палева быть не должно. Поэтому можно и по-светлому. В техническом плане работа простенькая и много времени не займет. Спозиционировать фигуру нужно мальца повыше. Так она снизу будет лучше просматриваться. Нормальной черной краски у меня не было. Извини, что попало. А, это свои. Нормально все. Ладно, погнали. Тут главное не переборщить, а то подтеки попрут. Единственное, что мне не нравится в работе с трафаретами, это то, что постоянно приходится ждать, когда высохнет нанесенный слой. Особенно это неприятно на вылазке, когда каждая минута на счету. Пока краска сохнет, посмотрим, что мы будем делать с черепом. Тыльную сторону я зашпаклевал. Для надежности. Сажать ее будем на фасадные жидкие гвозди. Максимум штраф, исправительная работа. Попробую еще привлеки, блядь. Вот чем мне нравится картон. Все вырезанные детали плотно вставляются в каркас. И по сути их даже дополнительно крепить не надо. Но я буду. На всякий. Если бы я не делал эти разделительные линии, то руки и ноги фигуры разглядеть было бы невозможно. Хотелось бы, конечно, без них обойтись. Но не вариант. Место крепления башки я протираю спиртовой салфеткой. Теперь в надежности крепления, я уверен. Чтобы наша кошечка не висела в воздухе, нарисуем ей еще один горизонт. Осталось убрать все мостики и подправить там, где нужно. Сделаю это кисточкой. В общем, работа закончена. Все простенько, но со вкусом. Ее цель – работать издалека. Выглядывать людишек, которые шныряют мимо. Ребята, если зашел видосик, то подписывайтесь на канал. У нас подобного контента предостаточно. Есть даже инстаграм и группа в ВК. Прикиньте, сам в шоке. Ладно, до скорого. Редактор субтитров А.Семкин